Эта тема очень актуальна, и вы ее очень любите, поэтому мы не можем обойти ее стороной в этом наступающем сезоне. Так, как у нас наступает осень, самое время поговорить о базовом, идеальном, я бы сказала, базовом гардеробе на осень. Ну что, мы сейчас пойдем по магазинам, будем показывать вам реальные примеры, а вы, конечно же, пишите, что уже есть в вашем гардеробе, а чего не хватает. И что нужно бы прикупить. С вами Ольга Епифанова, Ирина Кузнецова, и это канал Стильно. Мы начинаем. Это ни в коем случае не реклама, мы показываем и говорим только правду, и ничего, кроме правды. И вот только что мы познакомились с совершенно новым брендом. Ой, расскажи. Да, это российский бренд, у которого концепция очень похожа на концепцию ушедшего из России Uniqlo. А там была прекрасная база, поэтому первое, где мы хотим посмотреть эту базу, в магазин, где эта база, собственно, и продается. Just Clauded. Идем. Для тех, кто не смотрел наши предыдущие ролики, коротко напомню. Базовые вещи – это те вещи, которых важно иметь достаточное количество в гардеробе, так как это то, с чем будет сочетаться все остальное. Базовые вещи, как правило, однотонные, без каких-то кричащих принтов и деталей, простого достаточно кроя. И еще раз напоминаю, миксуются легко как между собой, так и с другими стильными, модными, яркими, принтованными и декорированными вещами. Например, вот такой костюмчик может являться для кого-то базой. Кто-то скажет, что он немного ярковат, но здесь за счет фактуры он смотрится более спокойно и действительно может легко со многими вещами сочетаться. Черный, белый, серый цвет сюда прекрасно впишется. Бежевый, разные оттенки джинсы, синий, зеленый. То есть действительно вещь станет такой универсальной и легко сочетаемой в вашем гардеробе. Вообще иметь костюм как базу – это очень здорово. Почему? Вы по факту покупаете как бы одну вещь, да, одну единицу костюм, а в итоге вы можете отдельно носить пиджак, отдельно носить брючки и сочетать их с другими вещами. Поэтому у вас будет комплектов гораздо больше, чем покупая просто отдельные вещи. Как вот, например, пиджаки. Я предполагаю, что у тебя это тоже костюм, то есть есть пиджак, есть такие же брюки, как и у меня есть пиджак базового серого цвета и есть к этому пиджаку брюки. И сегодня, например, мы надели этот верх отдельно от низа. Они вместе стильно круто смотрятся и по отдельности. Джемперы. Тоже идеальная база. Джемпер можно носить, в принципе, с чем угодно. Хотите с тем же пиджаком, хотите отдельно, хотите с рубашкой или футболкой пола, которая будет выглядывать из-под него. И что еще классно, здесь, я смотрю, есть и круглый вырез, кому-то пойдет круглый вырез, а кому-то подойдет V-образный вырез, да. Кому-то из-за формы лица могут подходить абсолютно разные вырезы. Но на что я хочу еще обратить ваше внимание. Смотрите, цвет и фактура у нас такая же, как у костюма. Но при этом у нас абсолютно не базовый фасон. Вот здесь вот с фаланчиками, сочетаемость здесь минимальная. То есть, скорее всего, мы это платье будем носить только отдельно, добавляя какие-то аксессуары. Здесь ни ремень, ни надеть ничего. Поэтому такое платье базовым являться не будет. Так же, как и водолазка, гольф, бадлон, называйте как угодно, как вам больше нравится, такая вещь абсолютно универсальна в любом гардеробе. А особенно универсального цвета, если она у вас черный, оливковый, бежевый, серый. Все эти цвета будут являться базовыми, будут сочетаться практически со всем вашим гардеробом. А я продолжаю вам показывать вельвет. Ну, здесь действительно классные вельветовые коллекции, поэтому не могу не показать такую рубашку. Она приглушенного, затемненного оттенка, что для большинства является базой. И еще она очень универсальная. То есть, ее можно носить как в застегнутом виде, так и в расстегнутом виде в качестве накидки, дополнительного верхнего слоя. За счет этого вещь тоже становится очень универсальной и базовой. Я присоединюсь к Оленому вельветовому настроению и покажу вам вот такое вот платье. Рубашка, она с родным поясом здесь идет. Конечно же, вы уже знаете, потому что вы, скорее всего, смотрели наши предыдущие ролики, где мы рассказываем о том, что платье и рубашка – вещь абсолютно универсальна. Здесь еще и базовый достаточно коричневый цвет. Не могу сказать, что он сильно теплый или сильно холодный. Такая средняя температура, поэтому, в принципе, примерить может каждая. Еще один костюмчик, но на этот раз уже спортивный. Тоже обратите внимание, спокойной базовой расцветки. Здесь есть потемнее, есть посветлее. Выбирайте, да, или по своему вкусу, или под свой цветотип, если вы его знаете. Уникальность тоже в том базового костюма, что вы тоже можете носить не только вот так вместе, но и сочетать с другими вещами. С другими спортивными брючками, с другими джинсовками, толстовками, косухами и всем остальным. Ну, в общем, за счет цвета и за счет кроя такая вещь будет являться базовой. Раз уж мы говорим про осень, я не хочу вас расстраивать, но впереди все-таки похолодание. Поэтому вот такие вот базовые дутые жилеточки будут очень кстати. Можно носить как отдельно сверху просто на футболку, на рубашку, на толстовку, так и как поддевку, скажем так, да, уже под пальто, когда ближе к теме будет. Например, коричневая, синяя, черная и белая будут являться как раз базовыми цветами, которые будут сочетаться с чем угодно. Но здесь же есть красный цвет, который базой не будет являться за счет того, что он привлекает на себя много внимания, как, кстати, мои ногти. Худи и толстовки, конечно же, тоже абсолютная база. Цвет, в принципе, может быть разным, как у кого-то более приглушенный, у кого-то более яркий, в зависимости, конечно, от вашего цветотипа, да, и иногда и настроения. Да, вообще считается, что яркие цвета – это у нас не база, но если вам они идут, и если они вписываются прекрасно в ваш гардероб, сочетаются много с чем из ваших вещей, то почему бы и нет? Но главное, да, что именно сочетаемость будет высокая. Элина показывала красную жилетку, с ней просочетать будет гораздо сложнее, чем, например, с синей базовой толстовкой. Обратите внимание, здесь весь манекен полностью одет в базовые вещи. Я говорила, что база, она очень легко сочетается, и она легко сочетается как между собой, так и с другими модными стильными вещами. Но в данном случае что у нас? Белая водолазка базовая, бежевая рубашка, которую опять можно носить в застегнутом виде, можно носить как здесь, как второй слой, джинсики базовые, спокойные, без какого-либо декора дополнительного, и базовые белые кроссовочки. Чем бы дополнила я, если бы я для себя выбирала такой лук? Я бы взяла какую-нибудь небазовую яркую сумочку, да, в качестве яркого акцента, или надела бы сюда много-много разных брошей, сделала бы какой-нибудь интересный сет. У нас, кстати говоря, есть видео про то, как совмещать между собой украшения. Летом мы носим преимущественно шорты, юбки, и я уверена, что по джинсам вы очень соскучились. И я смотрю здесь, в Just Clothes есть абсолютно базовые джинсы такого темно-синего цвета, как раз-таки тот вариант, который многие из вас любят, уважают и ценят за то, что они не такие уж и маркие, и сочетаются тоже с максимальным количеством вещей из вашего гардероба. Джинсы, джинсы, джинсы. Конечно же, абсолютная базовая история, потому что джинсы можно надеть с чем угодно, когда угодно, и даже иногда на вечеринку. Что-то я сегодня прям по манекенам. И по синему. Да, и по синему цвету. Но мне действительно очень понравился этот костюм, у него базовый цвет, подойдет очень многим, по крайней мере, в нашей российской полосе. Что мне здесь еще нравится? Несмотря на то, что это база, здесь модный такой отложной воротничок. Он из моды выходить не собирается, то есть вы можете не переживать, что вы в этом году его купили, а завтра он уже не модный. Все-таки это база. Но такой актуальности, как сейчас, на моем веку такой воротничок еще не имел. Конечно, может быть осенью еще рано, говорит пропахвики. Однако, стоит подумать о том, что не за горами. Все-таки будет и зимний сезон, и возможно, возможно, к зиме они уже будут на распродаже. Если сейчас здесь он стоит почти 17 тысяч, то, в принципе, думаю, что к зиме можно будет купить немножечко подешевле. Абсолютно базовый бежевый цвет. Но если кто-то боится, что он маркий, то есть и другие варианты. Да, я подкралась с таким темно-синим приглушенным, как вот костюм, который я показывала. Опять синий. Да, но я смотрю, здесь, в принципе, очень много базовых цветов. И здесь есть еще такой белый пуховик. Вот белый как раз базой не будет являться. Он не будет супер универсальным, он более спортивный. Он очень маркий, поэтому вы не сможете его постоянно носить. Вот, поэтому я бы обратила внимание на цветовую палитру. Вот, где мы сейчас видим, да, цветовую палитру. Вот темно-зеленый есть. Темно-зеленый. Тоже, в принципе, будет базовый. И если вдруг вам показалось, что это была реклама этого магазина, это совсем не так. И я хочу сказать, что так же, как, в принципе, и в Юникло, мне всегда было немножко скучновато. Да, тут есть базовые хорошие вещи. Это хорошо, что они есть, потому что где еще их искать, собственно. Есть магазины специально с базовыми вещами. Вот, но для меня все равно немножко скучно. Это первый момент. Второй момент. Что ты скажешь про цены? Я скажу, что, ну, немножечко высоковато все-таки цены. Мы посмотрели ярлычки, мы посмотрели состав, и 90% вещей здесь все-таки из синтетики. Я думаю, что натуральный состав можно найти примерно за такие же деньги или даже дешевле. Да, то есть, при том, что это синтетика, цены не низкие. Может быть, конечно, тут какая-то супертехнологичность, как это было в Юникло. Но пока не знаем. Но нигде об этом пока не заявлено. В общем, будем узнавать. Мы знаем, что вы очень любите этот магазин. И вы даже сами его в комментариях у нас под роликами называйте его Зара-заменитель. Поэтому мы не можем обойти его стороной и не зайти в Лайм, проверить, что у нас здесь интересненького есть из базы на осень. Открытие сезона, открытие года. Мы сейчас зашли в Лайм и очень-очень-очень сильно обрадовались. Увидели здесь мужскую коллекцию. Наконец-то она появилась. Мы уже прям быстренько пробежались, увидели здесь много крутых моделей. Да, мы, может быть, когда-то чуть позже снимем отдельный ролик про мужские базовые вещи. Если вам, кстати, интересна мужская тема, мужская мода, напишите нам об этом в комментариях, чтобы мы понимали, насколько вас много, стоит ли нам снимать об этом. Да, ну, кстати, у меня иногда просят в комментариях у других социальных сетях снять реально ролики для мужчин. Причем просят девушки, потому что очень часто девушки одевают своих мужчин. Знакомо. В социальных сетях, ну и просто в народе, очень много говорили и продолжают говорить о том, что бежевый тренч всех, скажем, задолбал. Ну, что я могу сказать. Бежевый тренч в любом случае будет являться универсальным. У меня их аж два. И я бы не была, была бы не просьба прикупить себе еще один, потому что здесь в лайме он такой прям плотный, хороший, добротный, надежный, я бы сказала. И у меня такое ощущение, что он еще пропитан чем-то водоотталкивающим. Ну, конечно же, кроме бежевого, здесь есть цвет хаки. С трудом его достаю, потому что он действительно прям такой тяжелый. И есть коричневый цвет, цвет шоколада. В нем, в принципе, тоже очень классно. С ним можно просочетать будут ваши вещи. Вы жалуетесь, что мы показываем мало платьев, мало их надеваем и так далее. На самом деле, я очень люблю платье. И когда здесь увидела базовое платье лапша, я не смогла пройти мимо. Смотрите, оттенки есть. Такой светло-светло-бежевый. Бежевый, блин, как мока. И такой цвет, кстати, будет большинству идти. То есть вот этот меньше, он многих бледнит. Вот этот лучше. И черное. То есть выбирайте то, что вам идет или то, что вам сейчас актуальнее и важнее. Но напоминаю, платье лапша такая опасная вещь для нашего животика. Ну, конечно. Возле чего я еще могла остановиться, конечно же. Это классическая удлиненная кожаная косуха. Опять же, не каждая готова носить косуху, потому что это все-таки иногда считается элементом такого гранжового стиля или стиля рокерского. Тем не менее, сочетаемость у этой вещи максимальная. И именно поэтому она может являться базовой. Да, она, собственно, таковой и является. Когда-то кожа считалась очень дерзкой, очень такой эффектной. Да, не каждый готов был ее надеть. И в то время кожа, наверное, только в обуви, сумках и косухах считалась базовой. Но сейчас это наша уже повседневная жизнь. Да, поэтому вот мимо такого черного кожаного сарафанчика платья я не смогла пройти. Его можно носить как отдельно, так и на футболку, на водолазку, на модные нынче сетки и так далее. То есть это прям будет база-база в вашем гардеробе. Конечно же, мы не можем, говоря про идеальный базовый осенний гардероб, не сказать об обуви. В лайме я нашла несколько вариантов прям базовой, очень хорошей, могу сказать, даже по качеству обуви. Это ботильоны, например, бежевого цвета, которые, если носить их под светлые какие-то колготки, либо на голую ногу, либо черный ботильон. Но здесь они уже в замше, тоже будут являться базой. Но здесь, пожалуйста, аккуратно, осторожно, для того, чтобы вам черные ботильоны не резали ножку. Целый рейл с базовыми юбками, тоже кожаной фактуры, но разных цветов. Зеленый, коричневый, черный, все они являются базой. Еще и в форме юбки-карандаш. Юбка-карандаш сама по себе база, если это не что-то суперцветное, яркое, принтованное. Ну, еще и фактура, и цвет здесь все у нас поддержали, поэтому на осень можно для себя рассмотреть. Ну, и, конечно, вариант с лоферами всегда будет универсальным решением, как и базовые белые кеды или какие-то черные универсальные ботинки. Лоферы тоже являются абсолютной базой. Я говорила о том, что принтованные вещи у нас не являются базой, но исключения могут быть. Как правило, это какие-то классические принты, например, тонкая полоска или клетка, гусиная лапка. Вот то, что мы видим очень часто именно на деловой одежде, в деловом стиле. Вот, пожалуйста, вам не исключение. И пиджачок, и брючки в полоску тоже являются базовыми. Что же еще надеть осенью? Ну, конечно же, вязаное платье. Такое платье может стать основой, в принципе, для любого вашего образа. Еще и тепло, не забывайте об этом. Джинсовые куртки и рубашки также являются базой. Причем цвет может быть очень разный. В данном случае я нашла серенькую. Но обычная традиционная джинса в светлом или затемненном варианте также будет сочетаться легко. И, честно говоря, без нее вообще сложно представить какой-либо гардероб. Это в редком-редком случае, когда кто-то без нее может действительно выжить. Так как я сказала об обуви, я не могу не добавить сюда базовые сумки. Что здесь базового? Здесь форма, четкий квадрат, она вписывается как раз-таки в базовую коллекцию сумок. Если говорить о базовых сумках, то они должны вписываться четко в какую-то геометрическую форму, для того, чтобы вы понимали, базовая это модель или нет. Ну и, конечно же, цвет. Коричневый цвет является универсальным и будет сочетаться со всем гардеробом, как и бежевый, как и серый, как и черный и некоторые другие цвета. Когда-то шорты считались предметом больше летнего гардероба. Но сейчас все чаще и чаще они встречаются именно в осенних коллекциях. И такие за счет, вот смотрите, темного оттенка, фактура достаточно плотная, вы можете носить с высокими сапогами, с грубыми ботинками, с темными колготками. И это будет у вас прекрасная база для осеннего гардероба. Ну и как же осенью обойтись без пальто? Я там чуть-чуть раньше видела белое пальто, но не стала про него ничего говорить, потому что в большинстве случаев мы в нашей российской средней полосе боимся носить белые вещи, особенно дождливой осенью. Поэтому, уже выходя из лайма, я обнаружила вот такое вот коричневое пальто. Потрясающей длины. Сейчас эта длина, мало того, что в тренде, так здесь еще и настолько универсальной икрой, двубортное пальто, которое вы будете носить на самом деле не один сезон. И я бы прям присмотрелась к подобным вещам. База, которая, на мой взгляд, тоже необходима, ну, практически в любом гардеробе, это либо боди, либо маечки и лонгсливы. В общем, внутренний наш слой. Чем мне здесь нравится? Ну, вот этот вариант чуть-чуть более летний, хотя я ношу и зимой, и осенью, потому что на машине, и мне очень комфортно, когда у меня открыты руки. А вот на осень я все-таки рекомендую обратить внимание на длинный рукав. С длинным рукавом многим будет достаточно комфортно. Очень приятный цвет, и она полностью гладкая. То есть, даже если вы под что-то тоненькое ее будете надевать, нигде ничего не будет сборить, торчать, как у, например, каких-то лонгсливов с более широкими рукавами. Летом мы с вами активно начали носить жилеточки, в основном на голое тело. А вот осенью я тоже рекомендую не забрасывать их в дальний угол, а продолжать носить, но уже либо как второй слой, верхний слой. Внутрь можно надевать те же лонгсливы, какие-то варианты даже с водолазками, если они не сильно объемные. Либо носить под пиджак, но тогда вы не замерзнете, при этом будете выглядеть очень стильно, модно, но в составе с базовыми вещами. У меня персональный вопрос для Оли Епифановой. Ты пропагандируешь в этом ролике базовый гардероб. Да. Вот на тебе вообще ни одной базовой вещи, по-моему, кроме кроссовок белых нет. Это правда. Так может быть и не надо собирать этот дурацкий базовый гардероб. Надо носить только яркие, эксклюзивные, вот такие экстраординарные вещи, стилеобразующие, все друг с другом миксующиеся. Во-первых, не каждый это морально вынесет, а во-вторых, но это в любом случае не на каждый день. Поэтому базовых вещей в моем гардеробе предостаточно. Уж поверьте, да, я этому обучаю и сама знаю, насколько это важно и ценно. Если вы посмотрите наши другие ролики, вы там понаходите, какие у меня есть базовые вещи. А я сегодня, одеваясь на съемках, постаралась, наоборот, взять максимум базовых вещей, для того, чтобы я могла их между собой замиксовать. У меня даже, кстати говоря, даже крой штанов не базовый. То есть помимо цвета яркого, они здесь с очень интересной такой ширинкой. Я их показывала в ролике про свои обновки. Вот, наконец, пошла выгуливать. Но в ролике сегодняшнем мы не стали показывать вам всякие базовые футболки, что там, рубашки белые и так далее. Вы это все без нас знаете. Но старались показать вам, что этой осенью желательно, да, на что обратить внимание. То, что будет действительно актуально и сделает из вас не тетю из прошлого, а как раз-таки современную девушку из будущего. Ну что ж, мы ждем ваши подписки, лайки и комментарии. А вообще я подумала о том, что вы можете еще написать, какие вы магазины любите больше всего. Чтобы мы туда сходили. Да, чтобы мы посмотрели в этих магазинах, может быть, базу, а может быть, тренды для вас сняли там. В общем, пишите. С вами была Элина Кузнецова. Ольга Епифанова. И это проект Стильно. До новых встреч!